а вот так у нас ирина владимировна занимается самостоятельной реабилитации ходит недалеко от нашего дома по поселку с палочками сама как идется пока болит дыхалка хватает дыхалка есть не совсем вот видите как с ногой все в порядке дома засиделась дыхалки не хватает так что ничего страшного на меня пару слов о вашей реабилитации ребята сложно все дается но надо не прикидывайте все нормально на свежем воздухе чудо дома надоело все пошло дальше на сегодня погода шикарная у нас какое-то поле красиво облака раз-два-три раз-два-три ноги застоялись на меня не горбитесь о ну что может хватит вас мучить на сегодня хватит давайте давайте отъеду так вы подходите отъеду я у нас такой пациент очень привередливый все не так вот это для нее камни вот этого щебенка неровности ладно даю ну рассказывайте про вашу сегодняшнюю реабилитацию снимаем снимаем на телефон говорите громче но говорю громче сегодня второй выход на улицу был лестницу преодолела вниз очень хорошо но вот сейчас погуляли по асфальту по ровной поверхности чтобы не спотыкаться ничего не бояться но дыхалки не хватает у меня продолжается этот кашель дурацкий ну и засидевшись дома все таки две недели сколько я в больнице то было две недели ну две недели грубо говоря две недели две недели дома 4 недели после операции все сказывается ну надо тренироваться сложнее подъем по лестнице ноги слабоваты мышцы слабоваты ну и соответственно руки у меня как болели так и болят плечи приходится иногда пить обезболивающее чтобы сами плечи вот эти вот места у меня не болели я могла что-то делать хвост завязать себе и так далее так конечно очень хорошо на свежем воздухе обалдеть дома уже честно говоря все надоело сидеть долго нельзя лежать тоже долго спина болит только на спине лежу ходить дома ну где маленькая квартира 49 метров вся площадь поэтому надо пока погода позволяет поехали на дачу да мы поехали на нашу дачу наш домик саша там дровишки выложила я посидела в машине потом отъехали и по асфальту я прошлась ну довольно прилично больше чем за все последние вот дней у меня по метражу получалось так что реабилитируемся потихонечку но само само бедро болит для пропилирования но не болит само бедро нет но я говорю что ноги вот как сказать на ступеньку но подымается но с трудом скажем тяжелее может быть сегодня будет уже полегче потому что прошлый раз когда мы ездили вот пытались сделать мне прививку на вторую я уже подымалась легче чем первый раз надеюсь что сегодня будет еще какой-то прогресс прививку мне не сделали так как операция только что была после таких операций только через три месяца прививку от модной нынче болезни от модной актуальной темы ну вот прививку можно только теперь мне с разрешение семейного врача и только в клинике при больнице но вот что они решат там консилиум этот так и будет ну одна у меня есть так что сейчас покажу как у нас тут красиво да очень красиво все зеленеет вообще обалдеть вот мы с ирина верны решили прокатиться по нашему поселку ведь у нас золотая осень тут уже все мы эту землю купили в 2007 году тут еще было практически болото сейчас уже все застроено засажено все уже почти весь поселок облагорожен так все стало цивильно и сегодня на самом деле очень хорошая погода у нас 10 градусов тепло в машине вообще кажется что летом я поэтому без куртки ходила потому что когда идешь ты тратишь энергию и если еще на тебе куртка потому что не так холодно для ходьбы у меня как бы спортивная одежда на мне и мне достаточно мне не холодно ничуть так что и надышалась кислородом это не в черте города за чертой нормально короче я предлагаю так я предлагаю сегодняшнего дня каждый день в любую погоду делать один выход на улицу пускай это будет там вниз там сто двести метров и обратно в любую погоду говорят нет плохой погоды есть плохая одежда одежда хорошая есть куртку одели и вперед в любую погоду в дождь в снег не знаю во что так что готовьтесь будем вас мучить замученная вся что еще скажете по своим бедрам а вот вам женщины писали под крайне видео или не под крайнюю что все таки вот у многих болит колено у вас болело колено у меня болело колено в основном быстро довольно просто сколько времени она у меня болела на месяца два она себе точно давала знать два-три и мне приходилось пить обезболивающее особенно видимо ночью потому что ночью тишина все покой ты не отвлекаешься за день ты набегался уже до находился и конечно ночью эти боли они донимает поэтому ночью я принимала но сейчас вот у меня уже все забылось давно от колена я никаких обезболивающих не принимала для бедра у меня было несколько дней после того как я пришла домой волей-неволей все равно я дома ходила больше чем по палате да сами понимаете палата маленькая в коридор не всегда выйдешь у меня такой помоечный халат там был этот больничный поэтому тоже побаливала ныло до бедро в паховой области но я тоже принимала одну заболевку засыпала и все обезболивающее сейчас я вот вынуждена из-за своих плечевых суставов там сплошные эти остеофиты выросты из-за этого связки трутся мне больно и чтобы легче было и ходить и я говорю привести себя в порядок там причастаться и все я иногда но не каждый день принимаю обезболивающее длительного действия вот но как таковое бедро скажем вот я на ногу на ногу наступаем не уже больницы разрешили полностью наступать на ногу не идти до без костылей наступать вот встал и стоишь мне не больно несмотря на то что у меня два сустава на этой ноге фактически искусственные так что ну угнетает что нельзя поднять с пола ничего вот это вот сложно уронить что-то потом корячишься там а мне кажется что вы все придумали да нет саша нет нет он у меня памятка лежит из больницы можешь почитать ничего ничего не знаю ничего не придумала я пытаюсь поднять или костылями или у меня такая лапа есть чесать спину вот ею как-то да ну слава богу не дай бог таблетки уронить потому что собака пальцы не имеют из-за карпального канала хватит придумать карпальный канал карпальный канал не имеют пальцы на левой руке но это сейчас врач сказал не первостепенной важности вот поэтому одеваться надо тоже смотреть брюки одевать как правильно нельзя сгибаться полностью то есть как-то надо исхитряться вот это напрягает залезать на кровать тоже надо правильно вот это но это только вот первые три месяца потом уже я думаю что все это будет намного проще вот и возможно уже после двух месяцев разрешат перейти на один костыль посмотрим еще съезжу 12 ноября у меня визит к моему оперирующему врачу который меня оперировал в этот раз и тогда уже будет ясно наверное опять рентген сделают ну вот как всегда у меня уже в этом году столько рентгенов я уже сами рядом машине боюсь ездить да не говори я все свечусь скоро буду свинцовый жилет одевать вот так что вот так вот потихоньку двигаемся двигаемся желаю всем здоровья всем ответили нашим дорогим я всем ответила но может быть извиняюсь если кого-то пропустила случайно но саша следит за этим он не подкидывает потом я отвечаю а на самом деле еще раз да прошу прощения там женщины пишут нам очень тяжело несмотря на то что у нас маленький канал ну что там чуть больше тысячи подписчиков тысячи там 300 неполное все равно вот эти комментарии то что вы пишете они очень часто ну теряются в общем списке их потом тяжело найти его допустим сегодня ирине владимир не дал ей женщины задавали пару вопросов которые уже там чуть ли не месяц назад а я их только сегодня увидел вы соответственно сегодня увидела сразу ирина владимир на ответила так что да так что еще раз простите кому не вовремя отвечаем мы отвечаем всем 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 так что подписывайтесь на наш канал теперь уже у нас видите появилась даже не две темы ответим интервальное голодание я продолжаю соблюдать у нас еще колен протезирование коленного сустава теперь уже протезирование тазобедренного сустава посмотрите главный специалист сия латвии по коленному и тазобедренному эндопротезирование а также по интервальному голоданию не не специалист а скажем так человек который это все пропустил через себя причем не так все просто если первая операция у меня была плановая заранее спланированная подготовка вторая это просто нонсенс две с лишним недели ходить с поломанной шейкой бедра на работу по 12 часов вкалывать я вообще не понимаю как у меня это произошло до сих пор не могу понять до сих пор и до сих пор не могу понять почему я пряталась никто мне не может ответить на этот вопрос врач сказал что шейка просто пополам и все представляете а может быть все-таки шейка бедра не выдержала повышенного веса нет но как я же сбавила 20 с лишним килограмм ты что сашнила у меня соседка поступала в мою палату 120 килограмм тоже замена сустава боли но у нее там и хрящи все не да может быть уступение какая-то черти вы знаете хватит приду всякие умные диагнозы тут но мы соревноверным и станешь и каждый день с ней боремся она как медик она себе какой-то найдет новый диагноз и прямо с него тащится вот у меня то-то то-то этот мы говорим слушайте откажитесь от компьютера закройте google и закройте youtube хватит искать диагноз не пеньки сегодня по пеньки завтра поедем короче друзья подписывайтесь всем здоровья задавайте вопросы с удовольствием всем ответим пока 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 пока